С приветственным словом перед гостями выступила первый вице-спикер Госсовета Крыма Наталья Маленко. Она отметила, 23 февраля это символ мужества и самоотверженности. Особого уважения заслуживают те, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы и работать на благополучие и процветание нашей страны. Наталья Маленко считает, что вместе со словами военной присяги, каждое новое поколение принимает на себя определенные обязанности. Основные – быть достойным защитником Родины и наследником традиций армии, побеждавшей в жестоких битвах с врагом. Вся история государства российского неразрывно связана с историей воинства. И все, что у нас происходило в России, всегда неотъемлемо связано с подвигом защитника Отечества. Поздравляю вас с наступающим праздником. В этом зале собрались люди очень разных профессий, но собрались люди, которые вносят свой личный вклад своим каждодневным трудом в развитие и процветание Крыма. Пожелав всем стойкости и победы в достижении благородных целей, вице-спикер вручила государственные награды и удостоверение о присвоении почетных званий. За самоотверженность и смелость, а также за выполнение гражданского долга отличившихся мужчин нагрозили медалью за мужество и доблесть и орденом за верность долгу. Я вас поздравляю всех с Днем защитника Отечества и желаю вам всех успехов, и чтобы вы были сильные, мужественные, и чтобы ваши мечты сбывались. Удачи вам всем! Помимо этого, первый вице-спикер вручила грамоты Президиума Госсовета Крыма, благодарности и ценные подарки главы Крымского парламента Владимира Константинова. Анна Волина, Служба новостей и ТВ.